Дороги под водой. Со многих районов области поступает тревожная информация о затоплении дорог. В селе Базово прорвало дамбу, отрезана часть поселка и крупный животноводческий комплекс. От Алтая до Шанхая. Представители аэропорта Толмачева рассказали о планах на лето. Появятся новые направления, все пассажиры будут обслуживаться в новом зале. Забыть его невозможно. В Доме ученых Академгородка открылась выставка, посвященная Михаилу Жванецкому. На ней представлены редкие фотографии, иллюстрации к его произведениям, фоксимильные изображения рукописи. А теперь подробнее об этих и других темах. Некому ухаживать почти за полутора тысячным стадом коров. В Чулымском районе поселок Базово, где находится крупный животноводческий комплекс, оказался отрезанным от большой земли. Временную переправу через реку Карасук размыло паводком. Степень критичности ситуации оценила наша съемочная группа, побывавшая на месте. Напомним, что автомобильное сообщение с поселком Базово в Чулымском районе уже страдало, буквально прошлой осенью. Тогда обрушился железнобетонный мост через реку Карасук. Но довольно быстро по малой воде удалось сделать временную переправу. Однако пропускная способность труб, уложенных под насыпь, явно не была рассчитана на уровень паводковых вод. Это предвидела глава регионального Минтранса еще в прошлом году. Мы эти трубы разберем, чтобы пропустить паводок от реки Карасук, у нас беспокойный весенний период, и остановим временный мост. Паводок пропустим и дальше продолжать работу. Вот только временный мост так и не появился. А ведь отрезанным от части поселка оказался довольно крупный животноводческий комплекс, на который несколько раз в смену теперь надо перевозить людей. Обещали, что будет какая-то там военная переправа, либо понтонный мост. Но на сегодняшний день ничего нет. Людей каждый день приходится, каждую дойку два раза в день перевозить и увозить на ту сторону. Ну, то есть сложности есть. Местные власти о проблеме знают. Сюда приезжала целая делегация. Поговорили, пофотографировали, рассказывают люди, и уехали. Реакции властей, ну, я пока не заметил. Вот привезли трекучие щебня или непонятно чего. Перекрыли дамбу и все. Техники нет. Вопрос вообще никак не решается. Поэтому животноводы стараются решить возникающие проблемы своими силами. Но получается не все. К примеру, из 30 работников в таких условиях до комплекса добираются чуть больше 10. 1300 голов у нас скотины получается. Это хорошо. Мы успели вчера маленько хоть какую-то технику отогнать, чтобы как-то было на той стороне. И то сейчас коснется у нас заправочная станция, у нас здесь находится. Как будем сейчас технику, солярку, а техники все равно нам мало. И люди все. У нас есть определенная, ходила развозка людей, что со всех деревень мы собирали. У нас рабочие не только с этой деревни работают, а еще с соседних. У нас идет растел коров и не персонал, а ничего. Вот такая вот картина. Конечно, такая картина не только в Базово. В связи с обильным снеготаянием с 30 марта в Новосибирской области произошло свыше 30 переливов талых вод через проезжую часть. Случилось это в 11 сельских районах. Пострадали и федеральные трассы. В Кочаневском районе из-за высокого уровня воды полностью закрыт проезд по двум дорогам. А по трассе Новосибирск-Кочки-Павлодар введено реверсивное движение. Проблем много, но это не означает, что о селе Базово стоит забыть. Страдают от паводковых вод в Новосибирской области не только дороги. В поселке Верхтула так затопило несколько улиц, что люди буквально не могут выбраться из дома. Как выяснилось, проблема эта не разовая. Она возникает каждой весной. Верхтула, улица Кобызева. Такое вот явление. Даже из дома выйти нет особой возможности. Под массированную паводковую атаку в этом году в Верхтуле сильнее всего попали жители улицы Кобызева. Это новый район поселка. Татьяна, его жительница, которая к нам и обратилась по просьбе своих соседей, дом купила три года назад. Говорит, даже не подозревала о том, что весной в этом месте образуется обширный водоем со своим течением. Администрация нам сегодня задавала вопросы в формате, зачем вы здесь покупали землю, как бы здесь живут, топят, вы сами на это пошли. Но мы, к сожалению, об этом не знали, как и об этом не знали люди, которым эти участки здесь выдавали. Но вот вопрос к администрации сельского совета нашего. Если эта администрация была в курсе, что здесь ежегодно такие паводки, что это место все топит, что все это идет с полей к нам сюда, как администрация вообще отдала эти участки людям под ИЖС. Люди говорят, что большинство землю здесь покупали, но были семьи, которые участки получали бесплатно. Впрочем, в этой ситуации, наверное, обидно всем, так как все оказались в равных и непреодолимых условиях. Людям многодетным, людям с инвалидностью, то есть эти участки давались бесплатно. И вот мне просто сейчас интересно, если мы взрослые, полноценные, да, слава богу, здоровые люди, не можем выбраться из своего дома, не стоя, извините меня, под самую попу в ледяной воде или там по колено местами, где глубже, где меньше воды, то как бы как сейчас должны были бы отсюда эвакуироваться элементарно какие-то инвалиды, и как сейчас должны эвакуироваться многодетные мамочки, которые сейчас с детьми заперты в своих домах. Жители рассказывают, что власти Верхтулы каждый год обещают сделать хорошее водоотведение, чтобы избежать подобных наводнений. Однако эти намерения, похоже, до сих пор только намерениями и остаются. У людей каждый год вымывается огородов плодородный слой, гибнут озимые посадки, многолетние растения, вместе с водой уплывают все старания по благоустройству участков. Инвалиды и многодетные семьи, которые, говорят, люди здесь тоже проживают, не могут выбраться из своих домов. Но чиновники все чего-то ждут. Неужели и в этой ситуации должно случиться нечто такое, что мотивирует верхтулинские власти на конкретные действия? К наступлению летнего туристического сезона готовятся не только сами отпускники, но и службы аэропортов и даже таможенники. О том, как предстоящим летом намерены обслуживать пассажиров Толмачева, расскажет наш корреспондент. Новосибирская воздушная гавань к весеннолетнему туристическому сезону готовит значительные изменения, призванные не только повысить безопасность пассажиров, но и их комфорт. В ближайшее время мы откроем совместную регистрацию на международные внутренние вылеты в теперь уже новом обжитом терминале. То есть пассажиры смогут в одном месте проходить регистрацию без разницы о направлениях. Также будет досмотр осуществляться тоже единый. Пассажиры следуют в одну зону досмотр на комфортную, новую, с новым оборудованием, просторную. И только после этого потоки разделятся. Здесь не заблудишься. Все направления подписаны и указаны стрелочками. Появились и галереи для трансферных пассажиров, тех, кому необходимо для продолжения маршрута пересесть, к примеру, с международного рейса на внутренний или наоборот. Это актуально, так как международная программа в Толмачево развивается. Так, авиакомпания «Аэрофлот» у нас в летнюю программу входит, помимо Бангкока, Пхукета, появляется направление Анталии. У нас базовый перевозчик, который добавляет второе направление в Китай. Например, у нас появляется Шанхай, и к осени планируется открытие Дели. Помимо этого, базовый перевозчик также выполняет уже направление в Арабские Эмираты, летают они в Анталью. В аэропорту констатируют, что рынок международных перевозок оживает, открываются новые направления, возвращаются к работе авиакомпании, ранее ушедшие с наших радаров, должны получить развитие и внутренней пассажироперевозки. У нас очень большой поток появился пассажиров на Байкал, которые хотят путешествовать. Ну, это как пример. Появились рейсы в Горноалтайск, стабильно летающий Барнаул, да, и теперь можно, так сказать, на ближайшую нашу туристическую такую локацию попасть за практически полчаса, прилететь из Толмачева туда. То же самое мы летаем в Новокузнецк. Таможенники поста Толмачева тоже готовятся к началу туристического сезона. С открытием новой, оснащенной современным оборудованием зоны досмотра, работа обещает стать более оперативной и эффективной. А потому пассажирам соблюдать таможенное законодательство придется еще тщательнее, чтобы не стать его нарушителем. А такие по-прежнему есть. Граждане нарушали таможенное законодательство чаще всего при перемещении табачной продукции, алкогольной продукции, провозимой сверхустановленной нормы для физических лиц. Также холодное оружие, электрошоковое устройство, недекларирование валюты, наличных денежных средств. Чтобы не омрачить себе отдых, таможенники советуют заранее ознакомиться с правилами ввоза и вывоза товаров тех государств, которые вы посещаете. Ведь даже сувенирная продукция одной страны может оказаться запрещенной гражданскому обороту в другой. В Новосибирске продолжается голосование жителей за набережные, парки и скверы, которые в рамках федерального проекта будут благоустраивать в следующем году. О том, как идет этот процесс, а также об одном из городских проектов советского района, сейчас расскажем. Регион выбирает объекты, которые будут благоустроены по федеральной программе формирования комфортной городской среды в 2025 году. Порядка 127 тысяч человек приняли участие в голосовании по всей Новосибирской области и более 70 тысяч в самом Новосибирске. В административном центре на выбор предложены 8 объектов. Это набережные, парки и скверы. Тот проект, который в городе наберет больше всего голосов и будет принят в работу по аналогии с областью. Уже начали определяться лидеры. Советский, Кировский и Ленинский районы. Если говорить о Советском и Кировском, это две набережных. То есть они, ну такие, если посмотреть на сами дизайн проекта, то они такие масштабные. И большое притяжение, я думаю, будет жителям. Третий, скажем так, наш лидер, да, это Ленинский район. Ну это у них сад Кирова. Это тоже знаковое место для района, где проходит масса всяких мероприятий. Тоже большое притяжение. Мы побывали в Советском районе, где нас познакомили с дизайн проектом «Набережной», участие в создании которого приняла Новосибирская ГЭС. Новосибирская ГЭС с самого начала вышла с инициативой об изменении существующего состояния набережной, поскольку является достаточно привлекательным местом вместе с администрацией района, вместе с волонтерскими организациями, вместе с ветеранами, вместе просто с инициативными жителями. Вот родился такой проект. Проект этот призван значительно преобразить набережную микрорайона ОПГЭС. Учитывая, что это место по душе многим горожанам, не только жителям Советского района, идея выглядит вполне актуальной. А чтобы повысить активность местных жителей, работают волонтеры. Некоторые люди слышали про голосование, но у них не было возможности зайти, почитать, посмотреть, как это сделать. Ну, то есть какие-то технические небольшие сложности, и они помогают в процессе проголосовать. А пожилым людям помогают проголосовать, потому что для них это тоже довольно проблематично. Напомним, голосование проходит в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Возможность выразить собственное мнение и поддержать свой район или другую территорию, то есть принять участие в благоустройстве любимого места отдыха, у новосибирцев и жителей области будет до 30 апреля 2024 года. Мошенничество в особо крупном размере при строительстве детского сада по нацпроекту «Демография». Сотрудники управления ФСБ задержали подозреваемых в мошенничестве при строительстве детского сада в Тагучине. По версии следствия, с 2020 по 2022 год были заключены государственные контракты на выполнение строительных работ стоимостью более 50 миллионов рублей. Обвиняемые составили фиктивные документы о выполнении работ, которые по факту сделаны не были. На основании этих документов мошенники получили 38 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, сообщает Следственный комитет. Сотрудники организации задержаны, им предъявлено обвинение. В отношении директора пансионата по уходу за инвалидами возбуждено уголовное дело. Как было установлено прокуратурой в пансионате «Кедр» в Залицовском районе Новосибирска, руководством учреждения игнорируются требования к безопасности. Работники прокуратуры с участием сотрудников МЧС и специалистов Роспотребнадзора нашли грубые нарушения в сфере пожарной безопасности санитарных норм. Кроме того, в пансионате не было медицинского персонала. Пансионат закрыт, дело возбудили по 238-й статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». «Я шел своей дорогой». Этой фразой можно охарактеризовать весь творческий путь выдающегося сатирика современности Михаила Жванецкого. И точно так же называется выставка иллюстрации к его произведениям, которые создали его друзья. О работах, сделанных к собранию сочинений, выставленных в Доме ученых, расскажем в нашем сюжете. 5 апреля в выставочном зале Дома ученых открылась выставка, посвященная юбилею Михаила Жванецкого «Я шел своей дорогой». 6 марта ему исполнилось бы 90 лет. Творчество писателя-сатирика хорошо известно его современникам. Многие его произведения по-прежнему актуальны. Его афоризмы и сейчас можно услышать из уст политиков, литераторов и обычных людей. На выставке представлены иллюстрации к его произведениям. У нас выставки запланированы были, я не знаю даже, ну я не знаю, года два, наверное, мы делаем выставки. И как-то странно, все время Москва, Москва, иногда Питер. И решили вот попробовать поехать в другие города. Первым городом путешествия выставки был Норильск, вторым стал Новосибирск. В нашем городе сатирик неоднократно бывал с гастролями. Поэтому все, что связано с ним, наверняка у горожан вызывает интерес. Михаил Михайлович очень любил давать концерты в Новосибирске и конкретно в Академгородке. И потом у нас здесь родственники, друзья. В экспозиции представлены рисунки друзей писателя. Это иллюстрации к его книгам, выполненные режиссером-художником, основателем школы кукольного грузинского театра Резо Габриадзе. Фоксимильное изображение рукописей и редчайшие семейные фотографии, предоставленные женой и сыном писателя. Фотографии какие-то с его друзьями. А дальше, вот здесь вот по... Линии галереи? Да, линии галереи. Это работы Мишиных друзей. И я занимаюсь немножко просветительской работой. Уже мало кто помнит, кто такой Резо Габриадзе. Даже там Миши Жванецкого нету три года. Уже надо напоминать, особенно подрастающим поколениям. Среди представленных работ сразу же можно узнать и образ Жванецкого. Очки на носу, знаменитый портфель, в окружении хоровода и соседей, друзей, любимых улочек и двориков Одессы и Санкт-Петербурга. Все работы Резо Габриадзе выполнены в технике перьевых набросков. В настоящее время иллюстрации Резо Габриадзе украсили новую книгу Михаила Жванецкого. Верлибры. Эта книжка тоже вышла с рисунками Резо Габриадзе. У Миши пять или шесть. Все вот эти рисунки – это иллюстрации к книгам. К пятитомнику было. И сейчас вышли Верлибры тоже с его рисунками. Верлибры – это такие… Кто-то говорит белый стих, кто-то просто ритмические произведения. Но там присутствует мелодика. Произведения Жванецкого, конечно, смешны, но в то же время это серьезная аналитика событий и государства, и характера людей, над которыми стоит глубоко призадуматься. Точно так же и на выставке. Это на первый взгляд смешные и нелепые человечки. Но на самом деле в этих иллюстрациях отображены, возможно, даже и вы. Выставка «Я шел своей дорогой» проработает в Доме ученых до 28 апреля. На сегодня это все. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч.